В мае 2018 года инклюзивный центр раннего развития «Росток надежды» для детей с расстройствами аутического спектра начал притворять в жизнь проект «Мы просто другие». Его реализация дает возможность особенным детям и их родителям приобщиться к церковной жизни. Ведь из-за своих особенностей такие дети не всегда могут посещать места массового скопления людей и спокойно переносить необходимость, не отвлекаясь выстоять часовую службу в церкви. Но при этом их родителям духовная поддержка и успокоение, которое можно получить в храме, просто необходимы. Вера играет большую роль в жизни многих людей, но часто своей возможностью в любое время посетить храм человек не пользуется. Для родителей, чьи дети из-за особенностей развития в незнакомом многолюдном месте начинают вести себя не так, как принято в обществе, стать частью церковной жизни, посетить праздничную службу практически невозможно. Эта ситуация породила необходимость разработки программы, которую совместно со славянским благочинием создали в центре «Росток надежды». Программа рассчитана на шесть месяцев и включает в себя такие пункты, как знакомство с церковью, экскурсии по святым местам, причастие, совместные занятия в воскресной школе и многое другое. Это позволит детям понять, что такое церковь и, что немаловажно для них, привыкнуть к этому месту, научиться, как надо себя вести и что делать в храме. Мы собрались отдельно, чтобы научиться. Сейчас, когда дети научатся, поймут, что надо делать. У нас же проблема в чем? Они этого не умеют. Как не умеют ходить в школу, в садик. Их просто в более длительном периоде всему можно научить. Они учатся, но более сложно, что ли, как сказать. Сейчас мы как раз пытаемся осуществить нашу мечту, которая давно у нас была. 30 мая прошло первое мероприятие в рамках программы. Посвящено оно было празднованию Дня Святой Троицы. Дети и родители получили духовные напутствия от батюшки, приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделок, которые провели сёстрами Милосердия и социальной службы церкви. Свои храмы дети создавали вместе с родителями, используя метод «рука в руке». Родители, которые приводят детей в этот центр, мечтают о том, когда окружающие научатся спокойно относиться к особенностям их детей. Мамы и папы прикладывают много усилий для того, чтобы скорректировать, социализировать ребёнка и очень рассчитывают на понимание в обществе. Ведь, к сожалению, это поведение не имеет ничего общего с невоспитанностью и баловством. Люди не всегда правильно, не всегда корректно выражают по отношению к нам, словами и действиями. Думают, что ребёнок разбалованный, потому что он кричит. Никто не понимает, что это всё-таки заболевание. Не все ещё свыклись, что есть такое заболевание, как аутизм. Вроде детки здоровые, но кричать по своей особенностям. Поэтому мы практически не ходили в церковь. Иногда это единственное, во что, наверное, веришь. Потому что иногда бывает так, что правда чудо, когда какие-то продвижения у ребёнка, или когда что-то случается в жизни. Конечно, ты обращаешься к кому? К Богу. Потому что, ну, когда уже нету сил, когда уже не знаешь, как с этим бороться, наверное, единственное, что и веришь. Проект «Мы просто другие» уникален и полезен для всех. Это подтверждает и тот факт, что именно он стал победителем в конкурсе «Православная инициатива-2018». Получил грант от Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Средства гранта были направлены на развитие центра «Росток надежды». Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События».